Ваши святейши, с Рождеством Христова! Спасибо вам, дорогие дети, Донецка, Луганска. Вы из того самого места, где сегодня все очень непросто, где идет борьба, но борьба за то, чтобы будущее было хорошее, чтобы мы все вместе жили, в мире жили, в любви, единомыслии, чтобы наш единый народ и оставался единым, чтобы вера православная укреплялась, чтобы дети росли в хороших семьях, благополучие, чтобы учились хорошо, возрастали, становились хорошими специалистами, гражданами нашего Отечества. Я очень рад вас видеть. Вот в вашем лице благословляю всех детей Донбасса. Помогаю вам, Бог. Спасибо, Господи. Спасибо вам большое. Очень рад, что вы сегодня со мной. Вот, а это подарочки, так, для каждого. Вот давайте. Это вот рождественские подарки. Вот, раздавайте. Тяжелый, потому что он много всего. Поэтому и тяжелый. Мы занимаемся благотворительным фондом «Про жизнь». Занимаемся этими детьми с начала военной спецоперации. Фонд разделил свою работу на две части. Первая часть – это непосредственно помощь жителям, раненым, воинам, которые проживают в Донецке, которые защищают сейчас нашу Родину. Мы при поддержке Министерства обороны, мы привезли больше 30 тонн гуманитарной помощи, туда осматривали раненых, привозили в Москву на лечение, организовывали на лечение. А вторая часть – это конкретно их духовное воспитание, тех, кто проживает здесь, в какое-то время размещение, и совместно с нашим генеральным директором Анной Леонидой Барановской мы занимаемся этими детьми. ПЕСНЯ 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 Дорогие дети, дорогие папы, мамы, все, кто сегодня в этом зале, вот какие замечательные слова «Пусть миром правит любовь!» Ведь это самая великая заповедь. Которую нам Господь дал. Любите друг друга. Вот, к сожалению, это понятие «любовь», оно очень деформируется различными подходами, которые не имеют никакой связи с Богом. И иногда эта любовь становится тягостной, горькой, тяжелой. И мы знаем, как иногда разрушаются семьи, и как не находят общего языка дети и родители. Вот для того, чтобы этого всего не было, мы должны любить так, как нас Господь научил любить. Любовь – это высочайшая ценность. Если хотите понять, любите вы или не любите, ответьте на один единственный вопрос. А что я могу пожертвовать от себя тому человеку, которого я как бы люблю? Вот жертвенность – это и есть самое высочайшее проявление любви. Нет больше той любви, как то душу положит за други своя, говорит Господь. То есть, если человек отдает свою жизнь, как это отдают герои, защищающие Родину, вот это и есть высочайшая любовь. Если дети отдают свое внимание, свою заботу родителям, особенно когда родители становятся престарелыми, это и есть любовь. Когда родители, несмотря на то, что есть чем заниматься, столько развлечений в больших городах, в первую очередь отдают себя детям, это и есть любовь. Вот давайте запомним, любовь и жертвенность – это синонимы. И если кто-то хочет проверить, люблю ли я папу и маму, а ты спроси себя, что я могу для них сделать. Может быть, на какие подвиги я могу пойти, чтобы помочь им или защитить их. Если муж спрашивает жену, а жена мужу, я люблю, спроси себя, что ты можешь сделать. Иначе эти слова просто повисают в воздухе. Любовь и жертвенность – это синонимы. Ведь не даром мы говорим, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Куда отдал? На Голгофу, на смерть. Это и есть проявление высочайшей любви Бога к людям. И в ответ на эту любовь и мы должны любить Господа. А что это означает? Мы тоже должны делать добрые дела. Господа во имя нашей веры, во имя того, что не может быть христианин христианином, если он ничего не отдает ближним своим. Вот если мы с вами запомним эту заповедь, я сейчас обращаюсь и к папам, и к маме, и к детям, мы будем по-настоящему счастливыми. Ну, как изменится наша семейная жизнь? Она совершенно засверкает другими красками и другим светом. Если каждый поймет, что любовь и жертвенность – это синонимы, ну, действительно, насколько же прочны будут наши семейные узы, отношения детей с родителями и родителей с детьми. Вот всему этому нас и учит сегодняшний праздник. И я благодарю наших замечательных детей, молодых, ну, почти профессиональных актеров. Так выступать просто могут либо, ну, невероятно талантливые дети, я не исключаю, что здесь этот талант присутствует, но и, конечно, много и много потрудившиеся. Благодарю вас за это прекрасное выступление, за этот замечательный праздник. А всем вам желаю любви, настоящей любви, подлинной любви, той, о которой я только что сейчас сказал. И тогда действительно мы будем счастливы. И побежелание «Будьте счастливы» будет происходить от нашего сердца и от нашего опыта жизненного. Будьте счастливы, любите друг друга, будьте способны отдавать себя друг другу, и тогда познайте, что вы действительно любите, не на словах, а на деле, всей своей жизнью. Вот с этими словами я хотел бы всех вас приветствовать. С великим праздником Рождества Христова. И пример Господа и Спасителя должен каждому из нас понять, в чем смысл любви. И есть ли у любви какие-то границы? Господь сказал, нету-то таких границ. И взошел на крест. И сегодня мы прославляем родившегося Христа, Бога-младенца, который принес нам через свое служение, через свою молитву, через свои страдания и через свою крестную смерть. Великий пример любви Бога к людям. А нам только остается отвечать Господу на эту любовь взаимностью. Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником, светлым и радостным праздником Рождества Христова. Аплодисменты. 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 Продолжение следует...